МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основные темы, о которых говорит сейчас вся Молдова. Правящее большинство самоизолировалось. Даже по истечении двухнедельного карантина парламент не возобновил свою работу. Оппозиция обвиняет социалистов и демократов в бойкоте. Молдове грозит итальянский сценарий? Как власти объясняют большой рост числа зараженных коронавирусом в Молдове и на какие ошибки, допущенные руководством страны, указывают специалисты? Все мы равны, но некоторые ровнее. Почему в других странах за нарушение карантина штрафуют даже президентов, а в Молдове лишь самых бедных и обделенных? О штрафе и руковрикладстве в отношении пенсионерки, потрясших страну. 1 июня открылся, но что будет дальше? Крупнейший в Молдове парк развлечений Архейленд начал свою работу, но его руководство жалуется на давление со стороны властей и намерение закрыть парк. В пятницу 5 июня истек двухнедельный карантин, объявленный для депутатов парламента. Накануне с призывом к парламентариям вернуться к нормальной работе выступила фракция партии ШОР. Однако в зале заседания в пятницу появились лишь народные избранники от оппозиции. ПДС, платформы «Да», партия ШОР и группы «Про Молдова». Представители правящего большинства, социалисты и демократы, не пришли, и заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. Перед этим депутаты правящей коалиции ДПМ-ПСРМ также дружно проигнорировали заседание постоянного бюро парламента. Ситуация для многих непонятная. Если едва ли не вся страна вернулась к работе, почему это не делают парламентарии? Или всем не опасно, а им опасно? Объясняя свое отсутствие во фракциях, демократы и социалисты сослались на рекомендации врачей и заверили, что если случаев заболевания больше не будет, возможно, заседания начнутся на следующей неделе. Напомним, положительные результаты на ковид выявились у демократа Евгения Никифорчука и социалиста Владимира Мездренко, а также у двух советников-депутатов. Однако 98 парламентариев здоровы, а на повестке множество важнейших вопросов. Оппозиция возмущена и называет поведение ДПМ и ПСРМ бойкотом. Работа законодательного собрания парализована фактически с апреля. В стране тем временем ухудшается как эпидемиологическая, так и экономическая ситуация. Но вместо того, чтобы заняться конкретными проектами и инициативами, парламентское большинство самоизолировалось по домам, заявила вице-председатель парламентской фракции партии ШОР Виолетта Иванов. В парламент депутаты политформирования пришли с четырьмя важными инициативами, однако обсуждать их там было не с кем. На брифинге для прессы депутаты фракции политической партии ШОР заявили, что парламентское большинство блокирует работу законодательного органа в критической ситуации для Республики Молдова. К сожалению, Республика Молдова не только больше других в регионе поражена коронавирусом, но уже несколько дней в стране регистрируется наибольшее число случаев заболевания в Европе. Мы видим, что, несмотря на триумфальные заявления властей, количество инфицированных среди работников медицинской сферы почти в три раза выше, чем в среднем по всему миру. Парламентское большинство саботирует законодательную деятельность, скрываясь за самоизоляцией. В то же время депутаты от партии ШОР бьют тревогу и говорят, что экономика рушится. Предприятия массово закрываются, десятки тысяч людей без работы, а тысячи семей без дохода. Фракция партии ШОР глубоко разочарована деятельностью правительства Кику и считает, что будет достойно, если он предстанет перед гражданами и признает тот факт, что не выполнил порученную ему задачу. Советник премьер-министра по связям с общественностью Виталий Драганча не захотел комментировать заявление. Не занимайтесь партизанством. Политической партии ШОР не существует. Спасибо. Фракция политической партии ШОР призывает всех депутатов срочно вернуться к парламентским заседаниям, на которых будут обсуждаться и определяться решения наиболее серьезных проблем, с которыми сталкивается Республика Молдова. Ситуация пандемии, экономический кризис, меры по поддержке экономики и граждан и многие другие темы, которые не терпят отсрочки. В то же время мы должны быть тревогой по поводу экологической ситуации. Я призываю вас более активно участвовать в действиях по защите природы. В то же время представители парламентского большинства депутата ДПМ Моника Бабук и социалист Григорий Новак заявили, что заседания парламента будут возобновлены только по завершении карантина, введенного 25 мая. Мы сталкиваемся с призывами прийти на пленарное заседание парламента и подать плохой пример нашим гражданам по несоблюдению рекомендаций врачей в связи с COVID-19. Напомним, парламентское большинство в течение двух недель не проводит пленарные заседания, мотивируя это тем, что они находятся в самоизоляции после того, как два депутата заявили, что заразились COVID-19. Этот срок истекает 5 июня. Вместе с тем коронавирусом заразились и несколько советников и сотрудников законодательного органа. Насколько справились власти, судите сами. Жители Молдовы разогнали на карантин в середине марта, когда случаев инфицирования было меньше 20 в сутки. Объявили же об окончании режима ЧП, когда стабильный рост заразившихся составлял плюс-минус 200 человек в день. В чем же был смысл ЧП в исполнении наших властей? Чего добились они, вводя карантин и на основании каких объективных данных его отменили? Все их действия выглядят хаотичными, суетливыми и лишенными смысла. Кроме того, людей, которые оказались заперты по домам, надо хоть иногда еще и кормить. Но никакой помощи десятки тысяч лишившихся работы и заработков граждан Молдовы так и не дождались. И теперь для них ковид и голод равные опасности. Потому и стремятся на работу, переполняя общественный транспорт, так что там и мечтать о социальной дистанции не приходится. Вот мы и получили результат. Рост количества зараженных за неделю на 21%. Их число уже перевалило за 9 тысяч человек. По признанию премьера Иона Кику, в больницах Молдовы осталось мест всего на несколько дней. Растет число тяжелобольных и смертей. Эпидемиологи призывают вернуться к ограничениям. А чиновники винят во всем людей, которых называют безответственными. Ситуация грозит стать критической. Молдова может оказаться в положении, схожем с итальянским, где врачи были вынуждены выбирать, кого из пациентов спасать, а кого нет, заявил глава Национального агентства общественного здоровья. Николай Фуртуны в ходе телепередачи на одном из частных каналов. Глава Национального агентства общественного здоровья утверждает, что основной причиной большого количества заражений является то, что граждане не соблюдают защитных мер, выходя из дома, и неправильно носят маски. Вместе с тем Николай Фуртуны отметил, что некоторые ограничения были поспешно сняты, и после их ослабления уже несколько парикмахеров, таксистов и кондукторов заразились коронавирусом. В связи с этим директор Национального агентства общественного здоровья утверждает, что Молдова может вернуться к ограничениям, введенным в период чрезвычайного положения и, соответственно, к карантинному режиму. Да, на этой неделе мы решим, можем ли мы вернуться. То, что вы говорите, возвращение к деятельности рынка в Хорика, мы рассмотрим очень тщательно. Это тенденция роста, эти эпидемиологические параметры заставляют нас пересмотреть принятые решения. О том, что эпидемиологическая ситуация ухудшается, а возобновление экономической деятельности было неверно истолковано, и воспринято как призыв к расслаблению, говорит и государственный секретарь Министерства взрывоохранения, труда и социальной защиты Константин Рымеш. Бдительность населения, связанная с соблюдением мер, как в общественных местах, так и в магазинах, аптеках, ослабла и не соблюдается, как раньше. Ни социальное расстояние, ни гигиена рук. Соответственно, подобное расслабление может привести к отрицательным последствиям и, в первую очередь, для системы здравоохранения. Больницы будут перегружены, и мы окажемся в ситуации, как в Италии, когда придется решать, какого пациента спасать, а какого нет. И вы будете спрашивать нас, почему вы его не спасаете? А все из-за того, что кто-то очень сильно хотел открытия рынков. По словам Николая Фуртуны, прошлая неделя для Молдовы была тяжелой. Только за последние семь дней заразились более 1150 человек, 45 скончались. Специалист считает, что это самая тревожная статистика, зарегистрированная в Молдове с начала пандемии коронавируса. И тут вряд ли можно поспорить с главой Минздрава в правительстве Майсанду Аллой Немиренко. Она хотя бы имеет отношение к медицине, в отличие от действующего министра здравоохранения Авиарики Думбровяну и вещающего на всю страну об эпидемии президента Игоря Дадона. Заявление Немиренко об ошибках рокового характера, допущенных властями, которые привели к тому, что людей совершенно напрасно изолировали на 2,5 месяца, выглядят на фоне нынешних цифр инфицирования совершенно рядовой констатацией. Ответные обвинения из лагеря властей, мол, а ты бы лучше справилась, лишены смысла. Это невозможно проверить. Зато мы видим плоды действий нынешнего правительства. Алла Немиренко призвала власти не перекладывать вину за большое количество случаев заражения коронавирусом на население, потому что виновным в этой ситуации является само правительство. По словам бывшего министра здравоохранения, в борьбе с пандемией COVID-19 было допущено 8 основных ошибок. В конце концов, Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья не разобралась в своей функции. Она приняла решение, далекие от тех, которые должны были быть приняты, зачастую спорные. Вся ситуация находилась под политическим влиянием. Решение координировалось главой государства. Президент участвовал в деятельности комиссий, в состав которых не входил. Он давал указания, давал рекомендации и так далее, отметила Немиренко. Бывший министр подвергла жесткой критике и метод общения с населением. По ее словам, с утра до вечера информацию с чисто медицинским содержанием сообщали не врачи, в частности эпидемиологи, а люди без медицинского образования. Рекомендации ВОЗ по самоизоляции, тестированию, профилактике и другим эпидемиологическим действиям не выполнялись. Медицинский персонал с самого начала не был обеспечен адекватными средствами защиты и часто предоставляемые оборудование и средства не отвечали требованиям. А граждан постоянно в чем-то обвиняли. Диаспору за то, что она привезла болезнь из Италии или за отсутствие страхового полиса, местных жителей за то, что заболели, медперсонал за то, что они заразились и не на работе, считает бывший министр. Алла Немиренко написала, что главными лозунгами борьбы с эпидемией стали «У нас есть все, нам ничего не нужно и все хорошо». Однако, по ее мнению, эти заявления не привели ни к чему хорошему, а чрезвычайное положение, которое продлилось два месяца, не смогло купировать эпидемию и ликвидировать коронавирус в республике. Таким образом, два месяца пребывания дома стали излишней мерой. Сегодня мы видим, что это можно было бы понять с самого начала. Мне кажется, что на самом деле преследуется другая цель – оказаться в условиях эпидемии и чрезвычайной ситуации к 1 ноября. На фоне ежедневных всплесков новостей на тему COVID-19, многие другие вещи могут остаться незамеченными, добавила экс-министр. Ни представитель президента, ни советник премьер-министра по связям с общественностью не ответили на наши телефонные звонки, чтобы прокомментировать слова экс-министра здравоохранения. Ранее советник главы Кабмина Виталий Драганча заявил, что правительство хорошо выполняет свою работу. А пресс-секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Кристина Стратулат, в свою очередь, отказалась комментировать мнение Аллы Немеренко. Люди действительно смертельно устали от долгого и бессмысленного карантина. Люди хотят жить. Людям нужен воздух. Людям нужно солнце. Людям необходимо искать продукты дешевле. Людям морально тяжело жить в мире ограничений. Потому что это люди. Да, они действительно игнорируют правила эпидемиологической безопасности. И это все больше походит на какой-то массовый праздник непослушания. Но еще раз. Это дело властей обеспечит соблюдение установленных правил. Внушением, точечным наказанием, воспитанием, в конце концов. Люди всегда будут нарушать правила. Власти всегда обязаны обеспечивать соблюдение правил. На компромиссе строится жизнедеятельность любого государства. Нигде в мире, наверное, власть настолько очевидно не признает своей неспособности убедить, а если надо, то и заставить общество жить по каким-то определенным законам и инструкциям. Ведь в других странах это смогли сделать и погасить очаг эпидемии. Если до сих пор у входа в продовольственные магазины стояли очереди и покупатели пускали в строго ограниченном количестве, то теперь такого правила как будто больше не существует. Заходить в супермаркеты может неограниченное количество граждан и даже без масок. Кроме того, температуру на входе измеряют не везде. Сюда можно войти без измерения температуры. Мы проинформировали администрацию магазина об этой проблеме и нас заверили, что ее решат. Объяснив это тем, что охранник, который должен был стоять на входе с термосканером, просто отошел. Далее – общественный транспорт. Наша съемочная группа решила проверить, соблюдают ли пассажиры все меры предосторожности. Кондуктор призналась, что не справляется с большим потоком людей в троллейбусе. Они не понимают нас, народ не слушается. Они отвечают нам «Займитесь своим делом». Мы говорим им «Соблюдайте дистанцию». Они начинают бунтовать. Я вижу, что социальная дистанция здесь не соблюдается. Да, она действительно не соблюдается. Вы рискуете, но при этом зашли. Да, но что мы можем сделать, ждать, пока другой не приедет? Я считаю, что кондукторы должны позволять или не позволять людям входить в троллейбус. Карабинеров, которые помогают регулировать пассажиропоток в общественном транспорте, можно встретить на остановках только в определенные часы – утром и после полудня. Тем не менее, их помощь была бы весьма кстати в течение всего дня. Так, например, в полдень в переполненные троллейбусы люди заходят без масок. Сегодня пришлось пять пассажиров высадить, потому что они были против того, чтобы одевать маски. И хотя пожилым людям запрещено находиться в общественных местах без острой на то необходимости, пенсионеров можно встретить по всему городу. И у каждого есть веский аргумент. Я перенес операцию на сердце, и врачи рекомендовали мне больше ходить. Журналистам все же повстречался полицейский патруль. Они предупреждали пожилых людей об опасности заражения, при этом никаких штрафов по отношению к ним не применяя. Людям старше 63-х лет нельзя выходить без острой необходимости. У вас есть острая необходимость? Да, я был на радио, и теперь пойду, чтобы защитить свои авторские права. Вы отдыхаете? Да. Хорошо, мы приносим свои извинения за неудобства, но вы должны это знать. Не без греха и родители, гуляющие со своими детьми. Не все соблюдают меры безопасности. Игровые площадки, доступ к которым запрещен, заполнены малышней. Я смотрю, чтобы ребенок не облезал случайно, тщательно потом руки мы дезинфицируем, в принципе, и чтобы контакт был рядом с другим ребенком. То есть он один сам по себе играет, поэтому я не боюсь. В церквях тоже не полностью соблюдают требования властей. Митрополит Молдовы Владимир выступил с заявлением о том, что церковь оставляет за собой право продолжать таинство причащения прихожан, таким образом игнорируя решения специалистов. Секретарь митрополии Вадим Кейбаш сообщил нашему телеканалу, что решение митрополита неизменно. Как будет проходить причастие? Одной ложкой, несколькими? Мы сообщили об этом в циркуляре, размещенном на сайте митрополии. Вы можете узнать об этом оттуда. На причащение я не пойду со своей ложкой, потому что у отца есть ложка, и я не боюсь этого. Кто боится, тот остается дома. Кто не боится, тот должен это сделать. Напомним, после отмены в стране чрезвычайного положения власти начали постепенно вводить послабление режима. Теперь звучат заявления, что, возможно, придется вернуться к некоторым ограничительным мерам. Новым очагом вспышки инфекции сегодня объявлен Центральный Кишиневский рынок. Объективных данных на этот счет, разумеется, нет. Хотя, признаем, на Центральном рынке было небезопасно и до пандемии. Но он дает работу сотням, если не тысячам людей. И он самим фактом своего функционирования регулирует цены в стране, в сторону их уменьшения. И он позволяет выживать тем, кому не по карману супермаркеты, а таких большинство. Разговоры о закрытии рынка, которые почти сразу после его открытия зазвучали от чиновников, безусловно, имеют право на жизнь. Тем более, что что-то закрыть всегда проще, чем попытаться отрегулировать работу должным образом. В понедельник в столице заработал Центральный рынок. Вооруженные термометрами охранники проверяли на входе температуру как торговцам, так и покупателям. Некоторым пришлось постоять в очереди. Тех, у кого повышена температура, нет маски и перчаток, на рынок не пускают. Кроме того, входы и выходы оборудованы ограждениями, где закреплены бутылки с дезинфицирующим раствором. Здравствуйте! Вы можете рассказать нам, какие у вас инструкции на сегодня? Контролировать температуру людей, чтобы все входили в масках. Все, кто хочет продезинфицировать свои руки, вот пожалуйста. Только те, кто хотят, обязательно для всех. Если продавцы проявляли ответственность, то покупатели не всегда следовали рекомендациям. Почему вы без перчаток? Я забыл их в другой куртке. Почему вы без маски? А вот маску я одеваю. Вот космоска. Почему вы не надели маску? Потому что я не хочу надевать ее, потому что вся эта эпидемия – это надуманная ложь для заработка денег. И весь мир это знает. Как вас пропустили без маски? У меня была маска. Почему вы ее не носите? Мне нужно поискать ее, чтобы найти. Для посетителей рынка транслируют специальные информационные сообщения. Тщательно продезинфицируйте средствам все зоны интенсивного взаимодействия с покупателями и продукцией, в том числе торговые витрины, тележки, корзины, весы и другие предметы. Продавцы столичного рынка жалуются, что им приходится тратить круглые суммы из собственных карманов на закупку масок, перчаток и дезинфицирующих средств. У нас есть перчатки, у нас есть дезинфицирующие средства. Сколько вы за них отдали? 60 леев. Я купила это в аптеке. Очки, перчатки, дезинфицирующие средства, защитная маска. Сколько вы потратили? Около 150 леев. Очень некрасиво с нами поступили. Это бьет по карману. Нам не на что жить. Мы попытались выяснить у администрации рынка, как муниципальное предприятие будет справляться с перегруженностью в ближайшие дни. Но нам не удалось застать на рабочем месте временно исполняющего обязанности директора Иона Пынзю. Напомним, центральный рынок в Кишиневе закрыли 14 марта в рамках карантинных мероприятий, связанных с эпидемией коронавируса. К слову, об опыте других стран и о том, почему им удается как-то контролировать и регулировать поведение своих граждан. Возьмем простой пример. В Австрии за нарушение правил карантина не так давно был оштрафован ни много ни мало президент страны. В Румынии на прошлой неделе также за несоблюдение мер безопасности премьер. На этой неделе в Украине под штрафные санкции попал глава государства Владимир Зеленский за то, что зашел в кафе выпить кофе. Все началось с того, что пресс-служба президента опубликовала фото, на котором глава государства наслаждался чашечкой кофе в одном из заведений. А в настоящее время в Украине действует запрет на работу организации общепита. Штрафные санкции за нарушение карантинных ограничений составляют около 560 евро. Позже Владимир Зеленский сообщил журналистам, что готов оплатить штраф. Президент Молдовы также не раз был замечен в нарушении защитных мер. Однако глава МВД не увидел в этом нарушении и более того заявил, что наш президент не может быть привлечен к ответственности, так как у него иммунитет. О том, какой пример подают всем остальным наши власть поддержающие, сказано уже немало. Особенно чувствительно это воспринимается в обществе, когда всех остальных, простых смертных, штрафуют за малейшие нарушения. У всех еще свеж в памяти случаи задержания семейной пары, проходившей через парк, или девушки в одиночестве, читавшей на скамейке. И вот на этой неделе соцсети взорвал другой резонансный случай. В столице за торговлю зеленью задержали, причем весьма грубо, пенсионерку. Затем еще оштрафовали на полторы тысячи леев. Инцидент попал на видео. Интернет-пространство разбушевалось. Понятно, что женщина нарушила правила. Но сделана это наверняка не от хорошей жизни. Не получает она зарплату в десятки тысяч леев, как наши чиновники. И жить ей в условиях этого самого карантина, когда еще и цены так залетели, как-то надо. На одну пенсию от государства, как известно, не выжить. Полиция объявила, что и сотрудник, превысивший свои полномочия и разумную меру, будет наказан. Но это никак не смягчает горького впечатления от ситуации, которая, увы, у нас становится типичной. По данным полиции, сообщение о незаконной уличной торговле на перекрестке Московского проспекта и улицы Басараб они получили накануне около 11 утра. Прибыв на место, правоохранители увидели пять пожилых женщин, которые торговали овощами и зеленью. Четыре из них подчинились требованию полицейских и переместились на рынок поблизости. Пятая отказалась подчиниться. Между пожилой женщиной и стражем порядка произошла ссора. Намереваясь припроводить нарушительницу в участок, представитель закона схватил ее за руку. Женщина закричала, находившиеся поблизости прохожие сняли это на телефон. После случившегося и полицейского, и женщину привлекут к ответственности. Что касается женщины, то по поводу ее действий был составлен протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Она оштрафована на 1500 леев. Также начато служебное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства дела и законность действий сотрудника полиции. По данным столичного инспектората полиции, меры по недопущению несанкционированной уличной торговли предпринимаются ежедневно. Вполне понятно, что на фоне сложившейся в Молдове ситуации, многие из наших соотечественников, вернувшихся на родину из-за эпидемии в Европе, как только заболеваемость там пошла на спад, тут же поспешили назад. Власти так и не сумели предложить им здесь хоть что-нибудь, что побудило бы людей остаться в своей стране. И хотя стоимость международных перевозок в европейском направлении существенно выросла, даже это не останавливает наших сограждан бежать туда, где, по их мнению, лучше. Радика Ушурелу много лет живет и работает в Греции. Вернувшись на родину в начале марта, из-за пандемии коронавируса она не смогла затем выехать из Молдовы обратно. И вот, наконец, женщина может вернуться к детям, которые ждут ее в Афинах. «Я живу там и приезжаю сюда во время отпуска. Ваша семья там?» «Да, да, вся семья. Я приехала 1 марта на 10 дней, и меня отправили в карантин». Радика Ушурелу говорит, что рада вернуться в Грецию, потому что разочарованы тем, что происходит в Молдове. «Да, билеты стали дороже. Раньше они стоили 60, сейчас 100 евро. Но мне нужно вернуться и нужно выйти на работу. Вы понимаете, какая ситуация? Видите, как у нас в Молдове? Что происходит здесь с министрами, властью? Я живу в Новых Аненах и вижу, что здесь происходит». Любовь Тетару работает в Греции 15 лет. Она вернулась в республику на несколько дней, но из-за карантина задержалась на 4 месяца. Женщина говорит, что когда-то уехать за границу ее заставили финансовые трудности, но и теперь она ни за что не хочет возвращаться на родину, потому что считает, что на зарплату и пенсию здесь не выжить. «Я приехала, чтобы остаться по крайней мере на месяц, но я осталась на 4. У меня нет денег, нет пенсии, у меня ничего нет в доме, это очень тяжело. Мы поехали на заработки, оставили детей здесь и, надеюсь, нас услышат. Я бы хотела, чтобы Молдова услышала нас, президент страны, чтобы мы тоже получали пенсию. Я работала 15 лет и хочу заключить контракт с Молдовой, чтобы у нас тоже была пенсия». Водители автобусов также страдают от сложившейся ситуации, поскольку пассажиров стало значительно меньше. «Согласно всем требованиям, автобус дезинфицируем. Пассажиры размещаются на расстоянии не менее полутора метров, двух. Перчатки, маски обязательны. Если у граждан их нет, мы даем. Каждые 4 часа мы останавливаемся, все дезинфицируем». По словам туроператоров, поездка в Афины стала дороже, поскольку во время вынужденного простоя агентства терпели большие убытки. «Почему так дорого? Я думаю, это временно, потому что мы не работали. Но я могу поехать с биометрическим паспортом сейчас? С биометрическим – да, но также нужна виза для пребывания в Греции. А если визы нет? Тогда нет, поехать можно только с румынским удостоверением личности и паспортом». Представители Центрального автовокзала сообщили нашему корреспонденту, что поездка в Румынию, например, в Бухарест, стала дороже примерно на 20 леев. Сейчас она стоит около 350 леев. А рейсы в Москву до сих пор не возобновлены, поскольку у Российской Федерации закрыты границы. Напомним, международные пассажирские и железнодорожные перевозки были вновь запущены 26 мая. Однако граждане Молдовы могут попасть в другое государство только в случае, если оно открыло свои границы. Регулярное авиасообщение планируется возобновить с 15 июня. Оттого и воспринимается людьми с такой радостью, когда что-то хорошее делается именно для них. Свет на улице, новая дорога, социальная поддержка. Делается даже несмотря на эпидемию карантин, на которой сейчас так модно стало списывать все свои ошибки и недоработки. Так, на этой неделе в Тараклее было сдано в эксплуатацию современное экономичное освещение в целом микрорайоне. Это значит, что светлее и безопаснее стало жителям целых 11 улиц. Уже к концу лета, по заверениям Вячеслава Лупова, примара города от партии Шор, такая система освещения появится во всем населенном пункте. 4, 3, 2, 1, торжественное включение света в очередном микрорайоне города Тараклии под наши бурные аплодисменты! И, конечно же, торжественный салют! Спасибо Тараклия! Спасибо, Иван Миронович! Спасибо, господин Примар Лупов! Участие в церемонии открытия приняли депутаты от партии Шор, представители местных властей и жители города. В своем видеообращении председатель политформирования Илон Шор заявил, что все предвыборные обещания партии, несмотря на пандемию и на правительство, которое не желает помогать своим гражданам, будут выполнены. И город Тараклия станет столицей юга Молдовы. Дорогие друзья, мне сегодня безумно-безумно приятно, что мы открываем еще один освещенный сектор замечательного города, который будет столицей нашего юга страны. Я не люблю болтовни и не люблю пустых обещаний. Мы говорим и делаем. Мы должны построить нашу страну. Примар города убежден, что проект, инициированный при поддержке партии Шор, будет реализован в установленные сроки. Мы порядка 300 светильников поставили, 11 километров кабеля провели. Это полсектора мы только сдали, 11 улиц, еще 10 улиц нам предстоит. Думаю, в течение двух недель закончим. И дальше переходим на следующий сектор. Весь город поделен на 6 секторов. Мы в течение лета планируем сдать полностью, 100% освещение. Депутаты от политической партии Шор убеждены, что инфраструктурные проекты будут реализованы во всех населенных пунктах страны, что даст людям еще большую уверенность в завтрашнем дне. Два с половиной месяца назад вместе с вами я зажигала первую лампочку в этом втором микрорайоне. Это проект, как мы говорим, праздник света. Он идет с 2015 года с муниципи Архей. Очень приятно, что на карте Молдовы загорается сегодня еще одна лампочка. И так мы надеемся, что усилиями партии Шор вся карта Республики Молдова будет усыпана такими лампочками. Вице-председатель парламентской фракции партии Шор Виолетта Иванов также отметила, что Тараклия по темпам развития опережает другие населенные пункты Юга Республики. «Мы сделаем все возможное, чтобы наша страна процветала, как это происходит в Тараклии, во главе с очень энергичным примаром, очень хорошим хозяином, хорошим лидером. Я уверена, что город Тараклия станет одним из самых красивых и развитых городов на юге Республики». Люди, живущие в микрорайоне, в котором было проведено освещение, говорят, что уже очень давно ждали, когда их город станет более безопасным и комфортным. «Можно спокойно, деткам можно спокойно идти. Детки ходят в школу, детки ходят в садики, ходят в какие-то секции посещают. Поэтому, конечно, естественно, что нужны улицы освещенные, для того, чтобы деткам и родителям было спокойно, и детям было не страшно ходить по этим улицам». «Квартия что решила, значит, держит свое слово. Усть продолжает так держать. И мы довольны, что все так идет, как он обещал». Установленные в микрорайоне светодиодные лампы в четыре раза экономичнее. Срок их службы – пять лет, в отличие от обычных, которые нужно заменять каждые два-три месяца. В целом, проект уличного освещения предполагает установку в Тараклии 65 километров сети и двух с половиной тысяч экономичных светодиодных ламп. К концу года партия ШОР намерена реализовать проект уличного освещения более чем в ста населенных пунктах страны. В последнее время такие системы сдали в эксплуатацию в нескольких селах Аргеевского района. И еще одно радостное событие для детвора и взрослых произошло в начале этой недели, в День защиты детей. Крупнейший парк развлечений Молдовы Архиэлэнд вновь открыл свои двери. Все аттракционы и карусели для гостей Архиэлэнда по-прежнему бесплатны, отметили организаторы и добавили, что посетителей ждут приятные сюрпризы и незабываемые эмоции. Позаботилась администрация Архиэлэнда и о мерах безопасности для защиты от коронавируса. Уже третий год подряд это чудо республики Молдова, этот парк развлечений единственный в регионе, а не только в нашей стране, открывает летний сезон. Дорогие друзья, я поздравляю вас с этим прекрасным днем. Желаю всем здоровья, приятного времяпрепровождения и в добрый час. Для посетителей Архиэлэнда с самого начала организовали уникальную программу. В праздничный день маленьких гостей встречали герои известных мультфильмов, которые подготовили яркий флешмоб с воздушными шарами. Позитивные эмоции посетителей и желание поскорее спробовать каждый из аттракционов создали в самом Большом парке развлечений Молдовы неповторимую атмосферу. Очень хорошо, очень весело. Мне все нравится. Здесь зелено, красочно, очень красиво. Открытие нового сезона в Архиэлэнде с нетерпением ждали как жители Аргеева, так и всей страны, отметил председатель Аргеевского района Дину Цуркану. Мы и дальше будем стоять на страже благосостояния Аргеева для вас и по-прежнему будем молиться о том, чтобы быть такими же едиными, как и до сих пор. Парк развлечений Архиэлэнд – пример того, как в Молдове можно делать полезные вещи и создавать лучшие условия для детей и взрослых, отметила вице-председатель политической партии ШОР, депутат Марина Таубер. Архиэлэнд был и остается символом Республики Молдова, символом нашего будущего и символом надежды на то, что в Молдове мы можем жить лучше. Европа действительно пришла в Молдову благодаря усилиям Илона ШОРа. Мы создаем все условия для наших сограждан, чтобы они вернулись с детьми домой и жили на родине. Депутат от политической партии ШОР Игорь Химич подчеркнул, что Архиэлэнд прежде всего для детей, которые заслуживают лучшего, ведь они – будущее нашей страны. Мы о наших детях должны вспоминать не только 1 июня, в этот праздничный день, а это должно присутствовать в нашей жизни постоянно, ежедневно, потому что самый главный гимн для человечества – это здоровый смех, радостный смех наших детей. Самый большой парк развлечений Молдовы открыли с соблюдением всех санитарных норм. При входе на территорию Архиэлэнда посетителям измеряют температуру, у каждого аттракциона есть дезинфицирующее средство. Кроме того, места с наибольшим риском распространения бактерий дезинфицируют каждые два часа. Поток гостей контролируется, чтобы избежать скопления людей. Будут и другие горки. Какие именно – пока это сюрприз для наших посетителей. Мы уверены, что дети со всей республики и в этом году прекрасно проведут время в Архиэве, а именно в Архиэлэнде. Председатель политической партии Шор Илон Шор, почетный примар Архиэва, а также инициатор проекта Архиэлэнд, отметил, что гордится тем, что вместе со своей командой создал уникальное место в Молдове, которое полюбили десятки тысяч семей. Сегодня Архиэлэнд стал такой же достопримечательностью Архиэвского района, как и Старый Архиэй. Люди приезжают с семьями отдыхать, развлекаться к нам на нашу Архиэвскую землю. Дорогие дети, я хочу вам пожелать улыбок, радости, веселья, чтобы вы никогда не знали проблем и чтобы ваши мечты всегда сбывались. Я обещаю, что я в этом постараюсь помочь. Посетители поблагодарили Илона Шора за этот грандиозный проект. Очень красиво. Я рада, что партия Шор делает многое. И все для детей, для нас. Илон Шор должен быть президентом. Это то, чего мы хотим. Мы рады, что Архиэлэнд открылся. И у нас есть, где провести отпуск с внуками. Илону Шору и его семье здоровье, и пусть его дети вырастут здоровыми и счастливыми. Как и в предыдущие годы, Архиэлэнд ждет посетителей по будням с 10 часов утра и до 10 вечера. Исключение – понедельник. А в этот день парк развлечений будет работать с 16 до 22.00. И добавим, Архиэлэнд занимает площадь в 6 гектаров. Парк открыли 1 июня 2018 года. С того момента и до настоящего времени самый большой парк аттракционов не только в стране, но и в регионе посетили несколько миллионов человек. Правда, позднее не обошлось без омрачающих событий. По словам мэра Аргеева, сразу же после открытия парка развлечений там появились представители органов правопорядка, которые оштрафовали как самого градоначальника, так и администратора Архиэлэнда. Мэр муниципи Аргеев Павел Бережану считает, что таким образом власти добиваются закрытия парка развлечений и выражают свое недоумение тем, что в Кишиневе Ион Чабан в тот же день открыл зоопарк и к ответственности за это не привлечен. Полиция, в свою очередь, заявляет, что работа Архиэлэнда нарушает введенный запрет. Мы будем следить за развитием этой ситуации и обязательно информировать вас о происходящем. Что ж, а на этом наш выпуск подошел к концу. Такой была эта неделя и таковы основные события политической, экономической и социальной жизни уходящих семи дней. Спасибо, что это время провели вместе с нами. Оставайтесь и далее на нашем канале. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok